Я включил. Спасибо. Значит, я включил Фейсбук. И мы начинаем. И как бы это могло быть не смешно, начинаем с молитвы. Просим помощи у Всевышнего. Я на своем опыте знаю, что с помощью Всевышнего гораздо больше понимается и гораздо глубже видятся пророческие образы. И наша с вами задача та же самая – проникнуть в образы пророка, просто прочитать их, прочитать, сделать так, чтобы они читали, чтобы они были простыми, чтобы они были понятными. Это наша главная задача. Я поставил в качестве заставки пустыню. Мы видим пересохший поток здесь. Это один из моментов, которые нам с вами придется пообсудить сегодня для того, чтобы продвинуться дальше. Ветер, который дует в пустыне и иссушает скалы. А пока мы смотрим с вами, где мы остановились в прошлый раз. И я напоминаю, что мы в третьей главе говорили о том, что Всевышний сравнивает себя с мужем, который отсылает жену. Может ли она вернуться к нему? И говорили о том, что если она не вышла замуж за другого, даже если у нее была связь с другим мужчином, она может вернуться. Это сравнение, которое говорит, что это упоклонство неглубоко проникло в еврейский народ, в души. И Всевышний ожидает возвращения. Речь идет, как мы помним, в основном о десяти коленах. И мы с вами говорили о проблеме возвращения ко Всевышнему, когда нету полного раскаяния. Это большая проблема. И Всевышний говорит, дети шаловливые, дети, которые туда и сюда, одной ногой здесь, другой ногой там, возвращайтесь ко мне, и я вас излечу от ваших шалостей. Но, естественно, при этом должно быть желание. Желание вернуться по-настоящему, по-настоящему раскаяться. Мы видим, что «Десять колен», как бы в общем, по крайней мере, большинство из них говорит, что мы слишком далеко зашли, и мы, в общем-то, понимаем, что нам надо вернуться ко Всевышнему, мы в душе вернулись ко Всевышнему, но мы привыкли жить там, где мы живем, и привыкли жить по тем правилам, по которым мы живем, и поэтому мы останемся там, где мы находимся». И тем не менее, Иремиял отправляется к ним, уговаривает их вернуться. И начало 4 главы, очень сильная посылка, «Если ты возвратишься из Раэля», сказал Бог, «возвращайся ко мне». А когда нету полного раскаяния, то можно ожидать, что, вернувшись в землю Израиля, опять будут служить Всевышнему и будут служить Баалю, будут служить Всевышнему, но представления, которые вынесли из сейдового поклонства, из общения с сейдовыми поклонниками, из поклонения другим божествам, они перенесут в свою жизнь, перенесут на Всевышнего. И поэтому Всевышний говорит, «Если ты будешь возвращаться, возвращайся ко мне, возвращайся в землю Израиля и возвращайся к верным представлениям о Боге, к пониманию и смыслу заповедей, иначе это не будет возвращением». Да, коротко как бы о том, что мы с вами разбирались, разбирали раньше, и мы помним с вами, что красной нитью проходит тема о том, что нету полного раскаяния, раскаяния, которое происходит, раскаяния, которое в Иуде, оно часто раскаяния на устах, оно часто раскаяния из-за страха перед царем, который восстановил служение в храме, запретил за упоклонство и уничтожил все места поклонения божествам. А если даже и не из страха, то все равно как бы такого рвения, возвращения ко Всевышнему, нету исправления того, что Всевышний говорит, постоянно упрекает через Еремиягу, что вы отдалились от меня, отдалились от меня, вы не видите, как бы, не обращаетесь ко мне постоянно с молитвой, вы не видите, что все в вашей жизни зависит от меня, что от вашей молитвы зависит многое, вы опять стараетесь, будете стараться положиться на другие страны, хотя вы уже видите, что Ашур упал, рухнул, там нечего уже искать поддержки, так вы теперь будете искать поддержки в Египте, то есть нету этого полного возвращения, полного раскаяния, которое приближает человека, когда человек приближается ко Всевышнему, когда он готов полагаться на него и исполнять не только формальные заповеди, но и в своей жизни будет прокладывать так, как будто ощущая Всевышнего постоянно рядом с собой, его опору, его поддержку, этого нету. И вот Еремиал выражает это такой посылкой, о которой мы с вами говорили, что мы с вами в 4 главе, 3 предложение, «И вот так сказал Бог Иерушалайму мужам иудеям, если раньше речь шла в основном о Северном Царстве, к которому Якуб был послан, к сыновьям, которые, Северного Царства, которые были угнаны Ашуром, он был послан к ним, то теперь обращение к Иерушалайму, там они не в состоянии вернуться ко Всевышнему всем сердцем, понятно, находясь в изгнании, находясь в ее поклонниках, находясь уже там много лет, а теперь к Иерушалайму, в Иерушалайме то же самое, не до полного возвращения ко Всевышнему, распашите себе пашню и не сейте среди терния». Мы говорили с вами о том, что иногда пашню перепакивают не для того, чтобы засеять, а для того, чтобы убрать колючки, для того, чтобы убрать колючки, ее потом еще раз перепашивают уже под засев, а первый раз для того, чтобы убрать колючки. И образ понятия, то же самое, призыв полный чувек, полному раскаянию, не сеет на поле семена, которые, не сеет на поле поревшим тернием, сорняками семена, которые потом невозможно будет сжать, или вообще просто эти тернии колючки, они заглушат эти семена и не дадут им подняться. В общем-то, образ такой понятный. А дальше говорится, «Обрежьте себя во имя Бога и снимите пелену с сердца вашего». Мы с вами об этом предложении еще не говорили, вот дальше мы как бы продолжаем ту же тему, или почти, почти можно сказать, начинаем новую тему. «Обрежьте себя во имя Бога и снимите пелену с сердца вашего, мужей иудеев и жителей Иерушалайма, дабы не поднялся, как пламя гнев мой, и не угасно из-за злых дел ваших». Здесь мы видим пелена, как бы я постарался так перевести, «Орла» — это пленка, которая закрывает определенный орган, когда делают обрезание ее, снимают эту кожу. Так вот здесь такой образ, как будто сердце, оно не обрезано, сердце поросло какой-то оболочкой, какой-то, может быть, кожей, какой-то оболочкой, которая, понятно, делает его нечувствительным, нечувствительным к повелениям Всевышнего. И для того, чтобы сердце начало воспринимать обращение Всевышнего, обращение пророка, пророческое слово, заповеди, заповеди Торы, нужно как бы сделать обрезание сердцу, то есть сделать его открытым, без пелены, открытым для слова Всевышнего. У нас есть, у нас с вами есть параллели. В Торе, в Дворим, говорится, «Умалтем этарлатли вавхен, гаарпэйхем лот акшуут». «Обрежьте свое сердце», говорится в Торе, в книге «Дворим». И не будьте больше упрямы, как вы сказали по-русски в переводе, не ожесточайте свою выю, то есть не будьте упрямы, не держите свою шею так твердо, как будто вы идете по тому пути, который вы избрали, и никуда больше не смотрите, ни в одну сторону, ни в другую, как говорят жестоковыми. То есть мы понимаем, что необрезанное сердце, оно не дает человеку услышать голос Всевышнему, изменить что-то в своей жизни. Он вот так вот идет по тому пути, который он выбрал, и ничего не хочет менять в жизни. Для того, чтобы стать чувствительным, чтобы понять, что многое в жизни не годится, для этого нужно обрезать сердце или, иными словами, опять же, сделать сердце чувствительным. Тут можно представить себе в 9 главе Иеремия, до которой мы с вами не добрались, пророк скажет нам, «Кол агоим арелин, вихоль бейт Исраэль, арелей лев». Все народы, они не обрезаны, а сыновья Израиля с необрезанным сердцем. Это очень жестокий упрек, который мы здесь слышим, как бы пророк говорит, сыновьям Израиля, вот вы делаете обрезание, а что толку? Ну, хорошо, вы обрезаны, все народы не обрезаны, а вы не обрезаны, но у вас сердце такое же, не обрезанное. Вы народ, который должен слышать Всевышнего, вы народ, который должен приближаться к Нему, идти за Ним, а вы не, у вас сердце не обрезанное, если даже у вас есть формальное обрезание, то оно ничего не дает. То есть любая в каком смысле ничего не дает, мы сейчас с вами пытаемся с вами это представить. Для того, чтобы представить, как человек, скажем, исполнивший заповедь обрезания, если его родители исполнили для него заповедь обрезания, как же это ему ничего не дает, как это может ему ничего не давать, можем представить себе, что вот Медраж нам раскрывает, что обрезание это как бы только-только посылка, только такой задаток, какой-то подарок на будущее, потенциал, который человек должен раскрыть в течение жизни. И у нас есть Медраж Раба на Парашат Хаисара, который нам говорит, что Абраам выбрал Марата Мехпила для того, чтобы похоронить Тамсару, потому что там как бы вот такой вход в будущий мир. Там был похоронен Адам, который хотел вернуться в Ганедон, и в таком месте на земле, которое как бы ближе всего к Ганедону, он там был похоронен, это место нашел Абраам, и там находятся ворота в Ганедон, оттуда приходят все души, и туда возвращаются все души. И вот Абраам стоит у входа в Ганедон, и когда человек закончил свой жизненный путь, скажем, после 120 лет, он приходит, и Абраам смотрит, проверяет у него знак союза обрезания. метраж как бы на этом кончается, но мы с вами легко можем представить, и это наша задача всегда раскрыть метраж и прогнозировать его, мы с вами можем легко представить, о чем идет речь. Конечно, безусловно, у всех сыновей Израиля есть знак обрезания, у подавляющего большинства есть знак обрезания, и речь не идет не о том, чтобы проверить, что сделал ли человек в жизни обрезание, речь идет о том, о как бы о духовном обрезании, о обрезании сердца, насколько вот этот потенциал, который ему дала эта заповедь, исполненная его родителями, а может быть и им самим, насколько в более зрелом возрасте, насколько эта заповедь, потенциал этой заповеди был реализован. Медраж говорит, что это уже Медраж также на Беера, также Медраж Раба на главу Беера, он говорит о том, что когда Абрам сделал обрезание, то ему были даны пять органов тела, два глаза, два уха и голова. Мы понимаем, что у Абрама была голова, были два уха и были два глаза, о чем говорит Медраж? Понятно, что с обрезанием ему была дана возможность видеть мир более глубоко, видеть его духовную составляющую, видеть то, что он раньше не видел, слышать то, что он раньше не слышал, слышать голос Всевышнего, слышать слово Всевышнего или воспринимать его гораздо глубже, чем он воспринимал его до обрезания голова. понять. Понятно, что его мысли есть аналитические способность и способность анализировать этот мир, исходя не только из реалии, которые он видит, не только из зримого мира, но и исходя из мира незримого, из мира духовного, также анализировать ситуации, все необходимое, все, что его окружает, не только зримый, но и незримый мир. Это то, что дало ему обрезание. Как дало? Это потенциал, которым он должен воспользоваться. Так вот, Авраам, он и как бы стоит у входа в духовный мир и смотрит вот тот же потенциал, который дало человеку обрезание, сделало его более восприимчивым, более чувствительным, позволило ему проникать в духовный мир, чтобы анализировать с точки зрения духовного мира, окружающего. Использован он это или нет? Как говорили раньше, он еврей только по паспорту? Или он действительно, у него еврейские качества, еврейская душа, еврейский ум, возможность восприятия еврейского? И вот это то, на чем дело ставит как бы точку, акцент, как бы сказали Еремияву, когда он говорит о раскаянии сыновей Израиля. Речь идет не о внешних действиях, не в том, что вы переменили какие-то свои жизненные привычки. Речь идет о том, что у вас в душе, насколько вы в душе, в сердце вернулись ко Всевышнему, насколько вы к Нему приблизились, насколько вы способны строить свою жизнь, исходя из того, что Всевышний здесь, рядом с вами, в Святой Земле, что Его присутствие раскрывается в храме, что от Него зависят все события в мире, насколько вы готовы, насколько вы готовы к этому. Это главное. И это мы с вами понимаем из такой посылки «Обрежьте себя во имя Бога». Не как традиция, не потому что так делали отцы, и мы привыкли, не потому что есть знак обрезания, который на восьмой день дали, «Обудьте обрезаны во имя Бога». «Обрежьте сами себя во имя Бога», то есть измените себя в душе полностью, так, чтобы вся ваша жизнь, все, что вы делаете, было посвящено или, по крайней мере, связано со Всевышним. Это вот эта короткая такая посылка, «Обрежьте себя во имя Бога, и снимите перенос сердце вашего, насколько она нам говорит, можно представить, но только в словом случае, если мы задумаемся над этим и попытаемся раскрыть этот пророческий образ». Можно вспомнить о том также, что и Хискеэль, который пророчествует в это время, он также говорит о внутренних изменениях, глубинных изменениях, скажем, изменениях в душе, в сердце, которые должны произойти с инновьями Израиля для того, чтобы исправить ситуацию. Правда, он говорит уже о том изменении, которое произойдет или может произойти уже после разрушения храма, но, как бы это ни важно, суть остается такой же. И вот и Хискеэль в 11 главе он нам говорит, «Ванатати лаэм левиха», «Дам я им одно сердце, и новый дух вложу в них, на вегисарти левха эвен мипсарам». «И я уберу каменное сердце из них, из их нутра, если так можно сказать, и дам им сердце левбасар, сердце из плоти». То есть, если, скажем, обрезание, то есть мы представляем себе, что как бы можно сделать обрезание сердца, убрать оболочку, которая закрывает свет Всевышнего, слово Всевышнего не дает проникнуть ему в сердце, но вдруг оказывается, что само сердце каменное. И здесь как бы образ такой, что обрезание сердца – это во имя Бога, как мы понимаем, а сердце из плоти – это то сердце, которое чувствительно по отношению к людям, по отношению к окружающим. Сердце доброе, сердце понимающее, сердце… …веки, которые нечувствительны к ведам других. То есть, вот такой еще момент дополнительный, не только обрезать сердце, но и замена сердца каменного на сердце из плоти – это у Ихискеэля. Теперь. Упрек Ихискеэля, так же, как мы видим в 44 главе, его упрек такой, и вы приводите сыновей чужих с необрезанным сердцем и с необрезанной плотью, чтобы они были в моем храме. Речь идет не о народах, о неевреях, а речь идет о сыновьях, которых вы воспитываете, а не как чужие, говорит Ихискеэля, вот такой упрекл бросает народу. То есть, мы понимаем, и у них как бы, у них сердце необрезанное, у этих сыновей, которых вы воспитываете. То есть, мы понимаем, что это образ, который проходит через Тору, он повторяется у Ремьягу, и вот он есть у пророка Ихискеэля, обрезание сердца, замена сердца, сделать сердце обрезать, сделать его чувствительным к Слову Всевышнего, и сделать его живым, не каменным, чувствительным по отношению к людям, к бедам, которые переживают окружающие. Дальше мы видим слова Иеремьягу, который говорит, «Возвестите вы Иудеи, возгласите вы ушалаями, и скажите, трубите в рот по стране». То есть, Всевышний через Иеремьягу предупреждает, или, может быть, предупреждает, еще немного не надо эти слова, пока говорить народу, как можно представить себе, но это уже вот-вот назревает, вот-вот это будет сказано, назревает бедствие. Ваша чува, ваша попытка, все усилия Иеремьягу оказались недостаточными, оказались недостаточными, и назревает угроза, угроза вторжения, угроза наказания через народы мира, вторжения в землю Израиля. Вот трубится в рот, как предвестник войны, знак приближающейся беды, поднимите знамя в Ционе, то есть в столице поднимите флаг, который указывает всем, что в земле Израиля опасность, народ находится в состоянии войны, бегите в укрепление, не останавливаясь, и вынавожу я бедствие с севера, и погибель великую. Это угроза или предупреждение Всевышнего, еще этого можно избежать. Лев поднялся из чащи, как мы представляем себе, скоро поднимется на входный царь, мощный царь, который захочет завоевать все окружающие страны, включая Иуду. Вот поэтому, восьмое предложение мы перескакиваем сюда, поэтому припаяштесь с претящим, причитайте и рыдайте. Еще есть возможность, увы, есть возможность раскаяния, но вы должны установить пост, и, как мы знаем, пост – это не только отказ от пищи, отказ от воды, это только повод, или, скажем, усиление такое, для того, чтобы подумать о реальных, настоящих проблемах, найти их, и попытаться их исправить. Только в этом смысле пост имеет смысл. Вот пои призыв, припаяштесь в ретящем, причитайте и рыдайте, ибо не отвратилось от нас в пламя гнева Бога. Поймите, что от вас гнев Всевышнего не отвратился. Вы думаете, что есть раскаяние, есть возвращение на путь праведности, в Иерушаламе правит праведный царь, и теперь все будет в порядке. Это не так. Пламя гнева Бога не отвратилось. И тут Всевышний предупреждает, что если придет беда, то и царь растеряется, и советники, и священники Кавены, никто не сможет помочь смутяться пророки, те пророки, которые предсказывали, что будет мир и благополучие, они будут в смятении. Никто не сможет помочь. И вот дальше, вот тоже такой сильный момент, который нам нужно бы было понять с вами. И сказал я, «Увы», как бы так можно перевести, или «О, Бог Всесильный! Верно ты лишь превращал народ этот, Иерушала им, говоря, мир будет вам, а вот меч достиг уже души». Мы помним с вами, что пророк всегда является защитником сыновей Израиля и старается сказать перед лицом Всевышнего что-то, что смягчит их вину, то, что устранит наказание. И вот здесь Иеремиал говорит, Всевышний откуда им знать, как им понять, что раскаяния недостаточно, что несмотря на всю праведность Иеруша Яглова, несмотря на все его великие дела, уничтожение иголов и даже прекращение служения Всевышнему за пределами храма, всего этого недостаточно. Ну как им это понять? Они рассчитывают, надеются на то, что написано в Торе, хотя бы в книге Дворин, в седьмой главе, где говорится, «И будет, если они послушают эти законы и будут соблюдать, и будете соблюдать их, и будете хранить их, и тогда Всевышний будет хранить для вас этот союз и эту милость, о которой он поклялся отцам вашим». И он будет любить тебя, и благословить тебя, и разможет тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и злаковые, и виноград твой, и масло оливковое твое, и стада твои, и так далее, и так далее, и будет и защита, и благополучие, и враги побегут от тебя, если будете соблюдать закон мой. Так они думают, что они соблюдают закон. Сказано о соблюдении закона, вот они соблюдают закон, и по крайней мере, никто, ни один человек, не осмелится поклоняться идолам или открыто нарушать субботу, если что-то это происходит, это происходит где-то в тайных местах, и, в общем-то, представляется всем, что народ на довольно большой высоте, духовной. Ты их прельщал как бы, Ты им сказал, будете соблюдать. Вот они соблюдают. И что от них можно еще требовать? Что можно требовать еще от людей? В то время, и вот ответ Всевышнего. Он такой очень непростой, сложный. Представляется, что эти тексты, они как бы непонятны, их нужно раскрыть. И представляется, что у каждого пророка были ученики, которые знали, о чем говорил пророк, его намерение, и они могли донести до людей объяснение, развернутую картину вот такого пророческого видения или Слово Всевышнего, переданного через пророка. Потому что, когда первый раз читаешь, то текст кажется совершенно закрытым. В то время сказано будет народу этому, это ответ Всевышнего, ну, пророк Иеремия, что Всевышний вел в заблуждение, сказано будет, все будет хорошо. В то время сказано будет народу этому, Иерушала ему, и сушающий ветер с высоких холмов пустыни по пути дочери народа моего. «Ни для веяния и ни для очищения ветер, что полон этими, придет ко мне». Этими – это вот то, что у нас есть в тексте пророка. Это я уже в столе, там, в скобках, с сухими растениями. «Придет ко мне, тогда и я буду говорить с ними о наказании». Давайте представим себе, попытаемся представить себе, о чем идет речь. Мы оттолкнемся с вами, есть много самых разных комментариев, самых разных предположений. Мы оттолкнемся с вами от Таргум Йонатан, от перевода на арамейский Йонатан, который, как бы, все знают, что он сам по себе является комментарием. И вот мы представим себе, прежде всего, «Ветер в скалах, который несется, свистит, но не только». Он сильный, этот ветер, да, и он иссушает, он иссушает влагу. Есть пустыня, скажем, каменистая пустыня, особенно в Израиле, пустыня в Иуды, она не пустыня не только потому, что там выпадает мало осадков, там, в общем, есть осадки зимой, есть дожди иногда, обильные дожди. Дело в том, что почва каменистая, и почва каменистая, и она не впитывает воду, эта вода уносится потоками, значительная часть стекает ее в мертвое море, и остаются опять голые камни. Иногда, иногда, скажем, или в определенный период времени есть потоки, ручьи, которые текут более спокойно, чем такие мощные потоки. Есть источники, которые просыпаются, но это не источники, которые бьют постоянно, это просто вода собирается где-то в каких-то местах, и вот она начинает провиваться и течь. Но пророк говорит о такой ситуации, когда проходит ветер, проходит ветер, и он сильный, жгучий ветер, и он сушит эту растительность, вырывает растительность, которая вырастает на берегу таких ручьев, вырывает ее с корнем, и сушает многие источники, многие потоки, как бы уносят эту воду, и становится все вокруг сухим, и как бы не остается памяти о том, что там только что была влага. На руах цах, на цах сухой, иссушающий, скажем, если где-то возникает оазис какой-то небольшой на какое-то время, и он тоже будет иссушен этим ветром. Где-то есть и почва, такая очень неглубокая, и она увлажняется, ветер иссушит ее. Я говорю так для того, чтобы представить с вами представить с вами себе ту ситуацию, то явление, которое может быть нам, жителям, скажем, жителям средней полосы, она меньше, менее знакома. И вот теперь, возвращаясь к тексту, мы можем представить себе этот сложный пророческий образ, немножко приоткрыть его. В то время будет сказано народу этому, то есть придет время, Иеремиял говорит, ты их вел в заблуждение, все хорошо, все замечательно. Они соблюдают, в Торе сказано, все будет хорошо, Всевышний говорит, придет время, и этому народу будет сказано, есть ветер сухой, который, скажем, их раскаяние похоже на дождь, который прошел в пустыне. Может быть, на несколько дождей, которые прошли в пустыне. Появились какие-то потоки, появились какие-то, скажем, источники оазиса, небольшие, с такой быстрорастущей растительностью, быстро впитывающей влагу, влагу, когда пройдет этот сильный, сухой, иссушающий ветер, он вырвет это все и понесет, понесет это, и все то новое и слабое, что зародилось, от этого не останется следа. Этот сухой ветер понесет эту растительность. И вот тогда ветер, что полон этими, как бы, сухими или, скажем, вырванными растениями, придет ко мне, говорит Всевышний, придет ко мне, это долетит до меня, тогда и я буду говорить с ними о наказании. Тогда я заговорю о наказаниях. То Всевышний говорит, что раскаяние их таково, что поставив их перед небольшим испытанием, вот, а может быть, не перед небольшим, трудно сказать, поставив их перед испытанием, они не выдержат этого испытания. Это видно сейчас, да, их раскаяние, как дождь, прошедший в пустыне и давший вот такую быстро растущую растительность, не впускающую глубоко корни, ее, она будет, она будет вырвана, тогда я заговорю с ними о наказании. Будь готов, он говорит пророку Римеяку, да, я им, я начну с ними говорить о наказаниях. Вот, как тучи возносятся он и как буря его колесницы, о каких наказаниях я буду говорить, когда станет понятно и ясно, что их раскаяние как бы многого не стоит, о каких наказаниях я буду говорить, вот тучи, как тучи возносятся он и как буря его колесницы, быстрее орлов, кони его и горе нам, ибо мы гибнем, тогда заговорят они, то есть я буду говорить о нашествии Бавеля, о нашествии Новокудной Царе, мы можем представить себе, когда пронесся этот ветер иссушающий, который уничтожил все плоды, все плоды раскаяния. Как мы представляем себе, это произошло после смерти Ившиньягу, который погиб на 31-м году своего правления где-то за 20-24, скажем, примерно года до разрушения храма. Вместо него поднялся на престол царь Юаким, и он стал на путь идолопоклонства, и народ не воспрепятствовал ему, а наоборот как бы с легкостью, а многие с радостью вернулись к такой свободной жизни, которая не предполагает соблюдение законов Торы, разрешает поклоняться идолам. Единственное достижение, которое осталось, это то, что в храме служили Всевышнему, праведные священники, там не было больше никогда установленных идолов, и возможно, что те, кто занимался идолопоклонством, они как бы часто во многих местах они должны были выйти из города, не приносили, как бы, не поклонялись идолам на своих крышах, на плоских крышах домов, как это было раньше, в какой-то степени должны были скрываться. Это все, что осталось от этого раскаяния. Естественно, что и отношения, не только отношения человека с Богом, и отношения человека с человеком, также, как бы, все это нивелировало исправление Иоакима, было очень тяжелым в этом плане в отношениях между людьми. Сам Иоаким строил себе дворцы, а потом объявлял, что не объявлял, а просто не платил работникам, считал, что он не должен платить. Он не очень-то любил народ, над которым он правил, над которым он царствовал, потому что перед ним, просто мы не сказали об этом, был короткий период, когда правил его брат Иоахаз, правил три месяца, народ, хотя он был мрачий Иоакима, народ предпочел Иоахаза, поставил Иоахаза, и когда Иоаким поднялся на престол, он как бы с таким пренебрежением относился к народу, над которым он правил. мы помним, так что от этого раскаяния почти-почти не осталось никакого и не осталось никакого и следа. И это ответ Всевышнего, да, я тебе сказал, я тебя предупредил, то, что я тебя сейчас просил, ты разговаривай с мудрыми людьми, ты разговаривай с теми, от которых как бы зависит образование в народе, разговаривай со священниками, еще немного, если сложится ситуация такая, что будет видно, что это раскаяние как бы начинает качаться и начинает все расшатываться, его основы начинают расшатываться, я пошлю тебя говорить со всем народом. А мой же от зла сердце свое, я тут сколько написал мне одежды, чтобы не запомнить, не забыть сказать, очень, на мой взгляд, очень красиво и сопоставление, но это требует обратить внимание, не пропустить, раньше Всевышний говорил через Емелья и Емелья сколько ты не мой щелочью, сколько ты не отмывай свои одежды мылом, от этого не будет никакой пользы, нихтам, ауна, ихлифанай, твой грех припечатан передо мною, грех он глубинный, а сейчас он говорит о мой, но только что о мой, не одежды, а сердце свое о мой, это я от тебя хочу, да, то есть меня в данный момент не столько интересуют пятна на одежде, да, или, скажем, твое восприятие, что ты воспринимаешь, что это все незначительно, и все это можно легко отсирать, меня интересует твое сердце, и я прошу, требую от тебя омыть свое сердце, да, и ушалаем, чтобы спастись, иначе не будет спасения, и спасения, если чува будет, раскаяние, будет на уровне отстирывания, отмывания одежд, то спасения тогда не будет, доколе будут внизиться в тебе твои злые мысли, да, о мыслях, о злых мыслях, когда идет речь, да, ибо доносится уже голос из Дана, Дана это на севере, как бы, да, если, если вы были пророками, то вы бы услышали, уже о том, что беда пробежается с севера, путь твой и деяния, мы перескакиваем на 12-е приложение, путь твой и деяния твои причинили тебе все это, таково нечестие твое, что таково нечестие твое, что горько оно и достигло сердца твоего, да, еще и еще раз в Северное обращается и говорит, что испорченность достигла сердца, сердцевин, души, да, что оно, испорченность, она не внешняя, да, и ее задача искоренить эту внутреннюю испорченность. Насколько это серьезно и насколько это важно, мы можем с вами легко себе представить. Мы можем с вами вспомнить, что о народе, который совершил исход из Египта, говорится, что он в Египте опустился на 49 ступеней нечистоты. И, как мы с вами говорили, речь идет не о ритуальной нечистоте, не о прикосновении к мертвому, речь идет о представлениях в сердце сыновей Израиля, в мозг сыновей Израиля проникли из-за представлений домопоклонников. С такими представлениями трудно, невозможно построить народ свободный, который служит Всевышнему. И действительно мы видим, что уже даже после дарования Торы на 40-й день после того, как услышали голос Севышнего горы Синай, сделали золотого тельца, которому поклонялись в Египте. Это как бы могут быть одни причины, другие причины, пятый и десятый, но влияние идолопоклонства в Египте, оно здесь совершенно очевидно и совершенно как бы лежит на поверхности влияния влияния идолопоклонства вот такой нечистоты, нечистоты проникшей в душе. Очень, скажем, в этом плане можно представить себе хорошо известную историю, историю Хануки, которая, как бы, мы видим, что она связана с чистотой. Кошманаи не только победили, они очищают храм, они хотят очистить храм, и есть стремление к ритуальной нечистоте, есть стремление зажечь минору в храме в ритуальной нечистоте, несмотря на то, что закон позволяет зажечь ее и в ритуальной нечистоте, когда весь народ, когда все когены находятся в ритуальной нечистоте, служба в храме продолжается, и можно было бы зажечь минору в ритуальной нечистоте хашмана, и прикладывают усилия для того, чтобы зажечь ее в ритуальной чистоте, и Всевышний как бы идет навстречу, делает чудо, которым нет необходимости с точки зрения формального закона. Зажги минору, она будет гореть, пожалуйста, и это все будет по закону, даже если масло ритуально нечисто. Нет, они хотят ритуально чисто. Почему? Почему? Потому что это начало, начало нового, и желание хашманаев очистить народ полностью от влияния иллинизма, от тех представлений, которые, тех представлений, которые о божествах, которые воруют, убивают и поедают своих детей, о поведении, о взаимоотношении между людьми, о супружеской верности, или наоборот, супружеской неверности, которые приемлемы и вполне допустимы, и так далее. Все это нужно вычистить, очистить. И хашманаи как бы говорят себе и другим, что мы должны начать в чистоте, иначе это нас, это нечистота, она нас съест потом. И мы действительно видим, как бы, что, скажем, их усилия, их попытка, она не, ну, грубо говоря, не уменьшалась успехом, и вот эта нечистота эллинизм, его представление о власти, о отношении между людьми, это все проникло в дом самих же хашманаев, и они стали сами вести себя так, как носители эллинизма, и боролись за власть, и убивали друг друга, и что только нет. И я думаю, что это для нас очень важный разговор, потому что мы часто представляем себе, что вот весь иудаизм, он сводится к заповедям, к исполнению заповедей, и делай, вот, и все будет в порядке и хорошо, и говорят, что заповедь, она сама по себе влияет на человека, и она делает человека, она человека делает лучше, и так далее, все это может быть, да, все это может быть, и заповедь сама по себе имеет ценность, исполнение заповедей имеет ценность, да, но невозможно, невозможно построить устойчивое общество, которое служит Всевышнему, которое является устойчивым в том плане, что есть взаимодное уважение между людьми, взаимопомощь, нету обмана, невозможно построить общество, пока нету чистоты в душе, пока человек не возвращается к представлениям Торы, к представлениям о законе Тора, пока это не проникает глубоко в душу и не убирает оттуда всю нечистоту, все ложные представления, которые мы принесли с собой из Галута, из изгнания. Так что вот этот разговор о чуге, о неполной чуге, он мне представляется очень-очень важным для нашего времени. Я не говорю, мы похожи на поколение Вишая, мы не похожи, но акцент на том, что нужно очистить свое сердце, что нужно убрать оболочку сердца для того, чтобы быть чувствительным к чувствительным голосу Всевышнего, чувствительным к тому, что он нас хочет, чувствительным к тому, куда он нас ведет. Это безусловно. И прекрасный совершенно образ Ихискеля, когда нужно убрать каменное сердце и заменить его на сердце из плоти. В скобках мы можем сказать, что Всевышний говорит, «Я дам вам сердце из плоти». Это никогда не происходит без нашего желания, без наших усилий. «Я дам вам», это значит, «Я помогу вам». Если вы не будете это делать, не будете к этому стремиться, то этого и не произойдет. И мы с вами продолжаем дальше, еще несколько предложений. Это от того, что глуп народ мой не знает меня, сыны, они невежественные и неразумные они. Умны они делают зло, а делать добро они не умеют. Вот «Хахамим ли ара» очень такое веское выражение на иврите, которое является почти пословица. «Хахамим ли ара» «Вело и ду ле тиф» «Умны», «Умны», чтобы делать зло, а делать добро не умеют. Это тоже как бы очень сильный образ, прекрасный, который может быть не столько даже не понять, сколько прочувствовать. есть человек, который привык, скажем, думать только о своих делах, о своих проблемах. Он это ставит на первое место. И когда у него что-то не получается для того, чтобы улучшить свое положение, свое материальное положение, свое положение в обществе, он способен, не только способен, он обязательно добьется того, что он хочет, и улучшение своего материального положения, улучшение своей должности, повышение вдовольности, улучшение в обществе, он обязательно добьется нечестным путем. Он не остановится. Это его главная цель, его главный приоритет это я, это мое. И он привык с этим жить, и он умеет так жить, он мудр в этом плане, у него есть опыт, как добиваться, как добиваться своего, и у него нету опыта, как посмотреть на людей вокруг, как подумать о том, чтобы сделать, заметить, кому что не хватает, кому можно помочь, у него мысль не направлен на это. И можно сказать, что эта проблема идет неразрывно, неразрывно идет с проблемой домопоклонства, а даже не с проблемой домопоклонства, а той нечистотой, которая распространяет домопоклонство. И можем взять как яркий пример, как мы с вами говорили, представить себе эллинизм. Можно то же самое сказать и о любом другом напоклонстве, возьмем просто эллинизм как наиболее яркий пример. Мы представляем себе богов, которые воруют, которые совершают супружеские измены, которые убивают своих детей. И это божество. То есть человек о божестве обожествляет свое дурное начало все, что в нем есть. А что это значит? Если он обожествляет это дурное начало, это дурное начало, что это как бы это норма жизни. Так устроен мир, так вы устроили божества, так нужно. Мы представляем себе, что в древнем мире, как вы с вами говорили, пренебрегали человеческой жизнью. И это неудивительно, если приносятся человеческие жертвы, даже изрек, даже иногда, то понятно, что человеческая жизнь не ценится, ты уже не обращаешь внимания на, не можешь думать о благе другого человека, когда в обществе приносятся человеческие жертвы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это простая связь либо ты со Всевышним, и тогда есть рядом человек, который создан по образу и подобию Всевышнего, и Тора раскрывает все эти связи, либо ты, Халила, не дай Бог, с идолами, и тогда, как говорит Давид, пусть те, кто поклоняется идолам, будут похожи на них. Это можно представить, если его исполняется и без его пожелания. Человек, когда он ставит себе что-то в виде, в качестве идеала ставит перед собой, безусловно, этот, так сказать, идеал отражается и в его жизни находит отражение в его поведении. И вот хотелось бы вот так и понять, и прочувствовать эту фразу, важнейшую фразу, умные они делать зло, а делать добро не умеют. Можно как бы сказать, привыкли делать зло, а делать добро не умеют. Как бы я несколько так упростил. Хотелось бы, чтобы запомнил, что мы сказали до этого, я просто несколько упростил эту фразу. Вижу я землю, и вот пуста, и хаос небеса, и нет света, нет света их, то есть нету света небес, да, и я уговорить как бы картину будущего, которая уже, уже, вот она начинает высвечиваться для его нашествия халдея. Вижу я горы, и вот дрожат они, и все холмы сотрясаются. Вижу я, и вот нет человека, и улетели все птицы небесные. Это война, скажем, осада города, когда даже птицы улетают из города. Вижу я, и вот плодородный край стал пустынью, и все города его разрушены перед Господом из-за ярости гнева его. И мы вспоминаем еще раз, что гнев Всевышнего не только из-за дел человека, а из-за того, что у него делается в душе, из-за того, что он не умеет уже сделать хорошо. И вот так сказал Бог, пустынью станет вся земля до полного уничтожения. и так далее. Здесь говорится как бы все говорится об этом, скажем, мужести, тяжести войне. И вот пятая глава, она, скажем, мы не будем сейчас ее разбирать, просто делаем на будущее, что мы представляем, представляем себе, куда мы дальше, пройдите по улицам Ирушалаима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, если найдется муж, человек, поступающий справедливо, ищущий правды, я упростил бы Ирушалаима. Мы понимаем, что не только отношения со Всевышним, как мы с вами представляем уже, не только отношения со Всевышним не выдерживают никакой критики, но и отношения между людьми, трудно найти человека, который поступал бы справедливо и искал бы правды. Это следующая посылка Еремьяма. А теперь я бы хотел остановиться и послушать ваши вопросы. Равзеев, я не совсем пойму эту посылку, что они не умеют слышать. Это какой-то фатализм самый натуральный. Вот они не умеют. У них все возможности есть для этого, правильно? Почему тут такой фатализм, с душком фатализма это звучит? когда если мы говорим понятно, что все постоянно идет в любом случае, в любом случае речь идет о свободе выбора. Если мы говорим не умеют, то читай не хотят. Читай не хотят. Привыкли уже, трудно им, да, не умеют в том смысле, что трудно им отказаться от своих старых представлений, трудно встать на этот путь, когда человек идет по жизни вместе со Всевышним, трудно, но они не хотят приложить усилия для того, чтобы это исправить. Безусловно, нет у этого, в любой момент всегда возможно раскаяние. Иногда оно трудно, иногда его трудно сделать, как мы помним, что когда человек очень далеко зашел, есть этот принцип, заповедь влечет за собой, заповедь о преступлении влечет за собой преступление, то человек идет, идет, совершает одно преступление, другое преступление. Как говорит Рав Деслер, когда душа человека в общем-то склонна к хорошему, когда человек первый раз совершает преступление, то он пугается, когда второй раз совершает преступление, оно кажется ему обычным делом, а когда третий раз совершает преступление, оно представляется ему заповедью, Это очень глубокие слова, параллельные, как были поясняющие посылку Беназая, который есть в Перке Абон, что заповедь влечет за собой, заповедь и преступление влечет за себя за собой преступлением. То есть, тут нет этого фатализма, то есть, пророк не хотел сказать, что это фатально, неизбежно, все происходит и у них нет выбора. То есть, слово «не умеет» здесь именно не намек на то, что это безвозвратно, да? Ни в коем случае, предупреждения, угрозы, все это для того, чтобы люди явились, иначе не надо, иначе не надо говорить с ними. Может быть, тогда надо подождать, когда на них обручится несчастье и потом начать с ними говорить, но когда он говорит с ними до разрушения храма, до всех проблем, до вторжения халдеев, то понятно, что есть надежда, что есть надежда на то, что они исправятся. Трудно, но эта надежда остается. Да, я понял, спасибо. Что-то хочется еще спросить? Я смотрю, что мы с вами настолько все хорошо и ясно и просто объясняем и понимаем, что вопросы у нас надо тогда исключить это время, отведенное на вопросы. Я смотрю, что их не возникает. Вы так хорошо объясняете, что, наверное, вопросы потом возникают, когда ты размышляешь позже. Вот так вот, настолько все разложили, что все понятно. Так это то, что я призываю тогда, слушать вместе с карандашом, поменчать себе какую-то мысль, потом к ней возвращаться. Если вы вернетесь к этой мысли потом, иногда вы поймете ее глубже, а иногда она вам покажется непонятной. И тогда можно задать вопрос на следующем занятии. Если нет вопросов, то у меня был такой план, я даже хотел начать с этого, а потом все-таки решил не сбивать наши занятия, не сбивать наши темы. Но план заключается в том, что я хотел вам понемножку, потихоньку рассказывать о той работе, которую я проделал почти на протяжении 15 лет по составлению комментариев к пророкам. Говорят, что когда дают человеку подарок, ему нужно объяснить, что ему дали подарок, насколько он значительный и так далее. Это не всегда. Но бывают такие случаи, когда это необходимо. Я не хочу вам сказать, что я вам даю какой-то подарок и так далее. Но я вижу, что с этими книгами, с моей работой есть такая проблема, что не совсем понятно их значение. Я не хочу выпячивать себя и свою работу, но тем не менее хочу рассказать о ней, почему она была необходима. И, скажем, я вам приводил примеры в прошлый раз, то, что Раши бывает недостаточной, и Раши может и запутать, и увести в другую сторону, потому что он писал, наверное, для других людей, а не для нас писал, для людей, которые знают Талму. Поэтому он выбирает какие-то побочные, совершенно не столь важные проблемы и освещает их, а важные оставляет в стране. Это может запутать. Это один момент, который мы с вами разобрали. Вот, скажем, вот в качестве примера я хотел вам рассказать, скажем, да, из, конец, из книги Шуфтим, не из книги Шуфтима, из книги Шмуэля, начало книги Шмуэля. Многие хорошо помнят, что есть Элькана, который приходит в Мешкан, в, как бы, можно сказать, в конце эпохи Судий, в последние периоды эпохи Судий. Он приходит в Мешкан, он почти один, приходит в Мешкан, он каждый раз идет другим путем и уговаривает людей, чтобы они приходили в Мешкан, не оставляли служения Всевышнему в Мешкане. И у него две жены, Книна и Хана, и у Хана нет детей. И вот Хана приходит, в один из приходов в Мешкан, в Шило, Хана приходит во двор Мешкана молиться, да, и она молится, произносит очень такую прочувственную молитву, просит у Всевышнего Сына, у нее нет детей, да, и она, как бы, такая надрывная молитва. И она просит у Всевышнего Зера Анашим, чтобы он дал ей, чтобы дал ей такое семя людей, да, то есть, такими словами она говорит, да. Вот, и вот там, там в Мешкане сидит первосвященник Ильи, и про Хана говорится, что только ее губы движутся, а голос ее не слышно, вы их шевел, и Шихура, и Ильи счел ее, счел ее пьяный, да, и он сделал ей, сделал ей замечание. Она объясняет, что она не пьяна, а просто душа ее огорчена, поэтому она так эмоционально молится. Такий проход, если, скажем, мы пойдем за гуманитарием и за Раши, и за Талмудом и за Раши, то мы увидим с вами то, что, скажем, две проблемы или два момента, которые нам выделяют источники. Один – это то, что молиться следует так же, как Хана, из нее учат правила молитвы, по крайней мере, Шмуна и Сре, молитвы 18-го благословений, что губы должны двигаться, а голоса не должна быть слышна. Вот Хана так молилась, и мы тоже так должны молиться. Очень хорошо. Это в трактате Брахот послушал, понял, принял для исполнения. Исполнение. Хорошо. Теперь другая проблема есть – спор двух мудрецов, которые рассматривают это выражение «зера анашин», что Хана хочет семя людей. Один говорит, что великих людей она хочет, чтобы у нее родился великий человек, а другой говорит, что она просит обычного человека, она просит как бы сына для себя. И, например, послушал, понял что-то, пошел дальше. Но я стараюсь не пройти такой момент, не идти дальше, а найти его как бы глобальное значение, значимое для нас, которое говорит нам, как бы обращается прямо к нашему сердцу. И вот стараюсь перекопать все источники для того, чтобы найти зацепку. И действительно, в таком книге, книге конца XVIII века, начале XIX века, написанной в Минске Раулом Гизборгом, великим таким каббалистом, который называется «Седор Адуро», «Седор Атамаим Умараим», «Порядок поколений» и «Порядок Танаев Амараев». Он там берет биографии людей, всех, которые описаны в Танахе, потом в Талмуде и рассматривает их. И там я нахожу, что он пишет о Хане, что она молится, приходит Мишкан молиться в тот день, когда приходит известие о том, что погиб Шимшон. Как мы помним, у Плештим погиб Шимшон, который обрушил здание на себя, и под ним были погребены 3000 филистимлян вместе с их начальниками, вместе с главами городов. И это произвело такое впечатление на Плештим, на филистимлян, что 20 лет они не трогали сыновей Израиля, боялись начинать с ними какую-либо войну. И вот в этот день приходит Хана, и она молится, и тогда я понимаю ее мысль. Это не частная женщина, это не проблемы частной женщины. Возможно, проблемы частной женщины присутствуют, но они накладываются на проблемы всего народа. Иначе она не была бы великой женщиной, иначе они бы не писали на нее. Она думает о дальнейшем пути своего народа. Шимшон, о котором Яков еще, предвидя его появление, говорил, как, и в этом тоже нету спасения, он не смог спасти народ. Шимшон, за которым не пошел народ, которого выдавали, который в одиночку сражался с филистимлянами, не смог поднять на войну весь народ. Он погиб. Что теперь, что дальше? Какой путь должен избрать народ? И она просит, чтобы у нее родился великий человек, чтобы у нее родился пророк, который поведет за собой весь народ. И я понимаю тогда с формы мудрецов, что она просит либо простого человека, либо она просит какого-то большого, великого человека. Женщина, как женщина, она хочет простого человека, ребенка, который будет при ней. Ей не нужен герой, который будет вести за весь народ. Ей нужен ребенок, хороший сын. Но вместе с тем, у нее есть глобальный взгляд на вещи, и она хочет такого сына, чтобы дал Всевышний такого сына, который поведет за собой народ и решит его проблемы. И она понимает, что народу не хватает пророка, сильнейшего пророка. Это то, что ему не хватает. Она просит у Всевышнего пророка. Здесь впервые она употребляет слово «машиах». А на языке Танаха «машиах» — это значит «пророк». Не царь, не там, как мы представляем, это «пророк». И тогда я получаю целую картину, целую картину, которая связана с глобальными проблемами, не с проблемой одной женщины, и с проблемой одной женщины тоже, но не только. Зачем мне Тора бы стал рассказывать пророки, ставят бы рассказывать проблемы одной женщины. Я получаю глобальную картину, которая меня волнует. Я вижу женщину, которая выбирает путь. Я вижу вообще просто пояс в дальнейшем пути народа. Я сравниваю Шимшона и Шмуэля. В чем разница между ними? То есть это то, что я пытался сделать в книгах. Хотя можно было просто по-простому написать. Что мы из Ханы учим то, что Шмуна и Сэр нужно молиться шепотом. Очень хорошо. И на этом закончить. И тогда глобальную картину мы теряем. И так на протяжении всех книг я просто старался понять этот рассказ, рассказ, который есть, его смысл с точки зрения глобальной. То, что нам, как правило, не рассказывали по тем или иным причинам. То ли потому, что мы привыкли в Галуте обращать внимание только на частные проблемы и через них воспринимать все. То ли еще по какой-то другой причине. Ну вот, значит, вот такой как бы рассказ о своей работе. я постарался вам еще преподнести, так сказать, да, и с просьбой поддерживать это мероприятие, потому что, скажем, да, ваша поддержка – это единственное, что позволяет мне продолжать работу. Хорошо. Большое спасибо. Здравствуйте. Можно одно сказать? Да, пожалуйста. Да. Вот, вы знаете, огромное спасибо. Я именно на этом месте, когда читала, я не помню, где-то я это уже читала, что она просила о чем-то особенном, когда молилась. И после этих слов Всевышний дал ей вот сына, который стал пророком. Ну, собственно, он его и уже назначил пророком. А сейчас вы вот, как сказали, что вот семя народов, зер анашин, да? Да, да. Я вам так благодарна, вы вообще вот развернули это. Я это искала, а вот через вас я теперь это узнала. Спасибо вам. Вы спрашиваете, спрашиваете, вот то, что вас беспокоит. Вы спрашиваете, для этого есть наше занятие, да? А иначе можно делать запись и ставить просто ее, понимаете? Хорошо. Ладно, наше время уже тут подходит к концу. Я вам благодарен за замечания, вот, и за отклик. И моя просьба на дальнейшие готовки к вопросу. Вопросы могут быть любыми. Знаете, мы приближаемся к Песоху, а в Песох, как мы знаем, за Пасхальным саром должен быть задан вопрос. Какой вопрос? Вопрос может быть любым. Любым, да? Ответ будет один, да? Мы вышли из Египта, да? Что это такое, может спросить ребенок. Это стол, за которым мы сидим, потому что мы вышли из Египта, да? Вот, так что и вопросы к занятиям, пожалуйста, любые вопросы, мы все равно выйдем на наши темы, на тему земли Израиля, на тему народа, на тему руководителей народа. Мы из любого вопроса с вами выйдем. Хорошо. Спасибо большое за внимание. И надеюсь, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok